Сосед ведет себя очень подозрительно, поэтому я принял для себя решение попасть в дом тайком. И посмотреть что же творится за этой дверью с красным замком. Попав в дом, через ванную комнату я решил осмотреть его личные вещи, но прежде нужно было закрыть дверь, чтобы максимально снизить уровень шума. Зубная паста, отбеливатель, ратище. Странная паста. Три зубных щетки разных цветов. Значит сосед живет не один. Кажется кто-то идет. Никого. Наверное показалось. Пора двигаться дальше. Дверь ванной открылась не полностью. Я своими тощими боками не мог пролезть, но мне повезло. Из ванной комнаты я выбрался в коридор, который вел на кухню. На кухне был небольшой бардак. Видимо сосед кого-то недавно кормил. Вдруг неожиданно раздался странный звук. Я сразу же побежал в шкаф, который приметил в самом начале. Надеюсь, что он меня не заметит. Пронесло. Кажется он уснул. Нужно быстро осмотреть кухню. О, нет, он проснулся. Я слышу как он делает зарядку. Вроде бы он меня не слышал. Можно влазить. Отлично. Он вышел с этой комнаты. У меня появилась возможность полностью осмотреть кухню. Шкафчики были абсолютно пустыми. Еды практически не было. Даже холодильник был пустой. Стол был накрыт на 4 персоны. Из еды был только хлеб. В доме очень большие потолки. Словно в нем живут какие-то великаны. Осмотрев его кухню, я решил двигаться дальше. И пошел в его гостиную. Я надеялся, что ключ от красного замка где-то в этой гостиной. Но, к сожалению, его здесь не было. Подсмотрев замочную скважину, я увидел, что за дверью есть спуск в подвал. Мне стало еще более любопытно, что же спрятал сосед в этом подвале. Я решил во что бы то ни стало найти ключ и попасть туда. Я хотел уже выбираться из дома соседа, но меня ждали большие неприятности. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Где я? Здесь кто-нибудь есть? Эй, эй! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сосед? Я не понимал, где я, но наблюдал, как сосед выкапывает какую-то яму. Куда он пропал? Это странное место напоминало мне огромный чердак. Выйти с этого чердака можно было только через одну дверь. Я долго не решался ее открыть. А когда открыл, меня окутал страх. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Похоже, это был всего лишь сон. Я отрубился от страха, когда меня поймал сосед. Он выволок меня из своего дома и оставил на моем крыльце. Все зубные щетки и зубная паста, которую я у него нашел, остались при мне. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА На следующий день я снова решил побывать в доме соседа. И на всякий пожарный, в надежде на то, что я попаду в подвал, взял у отца фонарик. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА На крыльце у соседа я обнаружил шар для боулинга. Раньше я их никогда не видел, только по телевизору. Он тотчас привлек мое внимание, и я решил взять его с собой. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА На крыльце соседа я обнаружил мебель, которая могла бы помочь мне взобраться на второй этаж. Я решил воспользоваться этим, но чтобы залезть на крышу, мне нужно было что-то еще. Например, табуретка или очень прочная коробка. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Я решил сбегать домой и поискать что-нибудь подходящее. Но в итоге передумал. Ведь сосед прогуливался на заднем дворе, а входная дверь была открыта нараспашку. Быстро вбежав в его дом, я схватил первое, что попало с ним под руку, приблизительно подходящее для того, чтобы взобраться на крышу. Как ни странно, это оказался телевизор. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА При помощи телевизора мне все-таки удалось забраться на крышу. Выше покровли подняться было просто невозможно, поэтому мне пришлось немного попрыгать по карнизам. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Добравшись до окон второго этажа, я услышал храп соседа. И понял, что у него сейчас сончас. Из подручных средств у меня был только фонарик. И открыть окно у меня просто было нечем, поэтому пришлось в ход пустить его. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Разбив окно, я потерял фонарик и разбудил соседа. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Он был очень зол. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Комната второго этажа была очень странная. Здесь был огромный рубильник, два толстых провода, тянувшихся по полу, и фальш-стенка. В фальш-стенку уходил один из проводов, а также над ней был еще один рубильник. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Осмотрев внимательно эту комнату, я начал действовать. Сперва я хотел посмотреть на вентилятор, к которому шел толстяный провод. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Как оказалось, он был сломан или просто не подключен к сети. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Проверив электричество, я решил попробовать открыть дверь. Ну, оказалось, что она заперта. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Осталась еще одна вещь, которая не давала мне покоя. Это огромный рычаг. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Тогда я решил попробовать дернуть рычаг, который был над фальш-стенкой. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Как оказалось, он отпирал фальш-стенку. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Позже я понял, что зря это сделал. Нужно было закрыть обратно фальш-стенку. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сосед снова меня поймал и уволок на крыльцо моего дома. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну, раз так, сказал я себе, то я пойду и кое-что проверю. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Оказалось, что тот большой рычаг поднимает вот этот вот самодельный лифт. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Но, как обычно, по моей неосторожности, меня заметил сосед. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Фальш стенку, которую я открыл, сосед не закрыл. И это позволило мне беспрепятственно попасть на второй этаж снова. Но я учусь на своих ошибках, поэтому фальш стенку я закрыл. Как оказалось позже, сосед починил окно, через которое я пробрался в прошлый раз. Пришлось его снова сломать, чтобы у меня появился проход. Пока я пытался сломать его креслом, со стены упала картина. Выяснилось, что проход все это время был просто прикрыт этой огромной картиной. И теперь я спокойно мог попасть в следующую комнату. Комната была похожа на склад. В этой же комнате я нашел ключ, отпирающий этот склад. А также я нашел еще один ключ, похожий на от автомобиля. Но это не точно. На складе был еще один огромный рубильник, который активировал тот самый странный вентилятор. Не знаю зачем, но я просто решил открыть эту дверь. Запустив вентилятор, я сразу понял, для чего он здесь стоит. И первое, что мне пришло в голову, мне нужен шар для боулинга. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА